Развитие молодежного волонтерского движения В этом году было задействовано около 188 тысяч человек Около 78 тысяч молодых людей стали участниками разовых волонтерских акций Впервые в 2012 году в рамках Всемирного дня добровольца 5 декабря В регионе будет проведена ярмарка студенческих волонтерских проектов В целях оценки эффективности деятельности волонтеров проводятся ежегодные областные конкурсы «Волонтер года», «Куратор года», «Лучший волонтерский отряд» Победители конкурса «Волонтер года» номинируются на соискание премии Поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта образования Также с докладом выступил руководитель волонтерского центра ОМГУПС Александр Пфлюк Омский государственный университет путей сообщения стал победителем конкурса «Волонтерские центры России», организованного Минспорттуризмом страны На право открыть центры по привлечению волонтеров для участия в организации и проведении Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи В сочинских играх примут участие около тысячи волонтеров, подготовленных Омским центром А на ближайшие Олимпийские игры в Лондоне отправятся четыре добровольца Сегодня волонтерский центр ОМГУПС не только проводит набор и подготовку молодежи для участия в Олимпиадах Но и содействует проведению волонтерских акций на территории Омской области Волонтерское движение в частности профилактики социального поведения несовершеннолетних Ну, наверное, не только несовершеннолетних Показывая своим примером девиз самого движения «Альтернатива» Равный обучает равного То есть, если ты никогда этим не занимался То к тебе, как к сверстнику, наверное, больше твой сверстник прислушается Чем даже, допустим, к тем специалистам, допустим, системы профилактики А может быть даже и к родителям Всегда в семье молодой человек несовершеннолетний ищет авторитет где-то на стороне Не всегда бывает, что родители авторитеты в той или иной части Поэтому, конечно же, добровольческое движение, оно должно быть позитивно воздействовать на эту ситуацию И вот сегодня мы как раз обсуждали, как нам усилить эту деятельность Расширить ее сферу влияния, как бы выйти на новый качественный уровень Расходы на содержание спортивных школ с 2010 года выросли более чем на 40 миллионов рублей Об этом в своем докладе «Развитие детско-юношеского и адаптивного спорта в Омской области» за 2011 год Сообщил заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта в Омской области Константин Подвельский Сейчас развитием детско-юношеского спорта на территории Омской области занимаются 73 учреждения дополнительного образования детей в физкультурно-спортивной направленности В них задействованы в общей сложности 66 тысяч занимающихся Общее число спортсменов-разрядников в 2011 году составило более 20 тысяч человек Был затронут в вопросе адаптивной физической культуры 57 учреждений, предприятий, объединений осуществляют работу с инвалидами в Омской области Общая численность занимающихся составляет 5 140 человек Для занятий инвалидов используются 14 спортивных объектов Наиболее популярными видами спорта являются плавание, легкая атлетика, баскетбол и настольный теннис Субтитры создавал DimaTorzok